...сотрудничество за подготовку такого масштабного события, для нас это очень большая ценность, это очень значимо. Впервые такой статус молодого столицы ОИС, государство, которое не является членом ОИС, и для нас, конечно, это очень почетно и очень значимо. Отдельные слова благодарности хотела бы, конечно, выразить делегатам 60-ми стран мира, которые сегодня присутствуют здесь, министрам, руководителям бюджетов молодежи, представителям молодежных организаций ОИС, за то, что нашли в ОИС, можно встретить Россию, принять участие в саммите, за то, что это впервые проводится, наверное, в таком формате. Молодежь всегда отличается гибкостью, всегда отличается открытостью, диалогу, выстраивание конструктивных связей. У нас с вами действительно нет границ, у нас с вами очень много общего, и главное – общие с вами ценности, и это, наверное, самое ключевое, ну и, конечно же, общие цели и задачи реализации молодежной политики. Для нас работа с молодежью, поддержка молодежи, это является безусловным приоритетом, находится в полусе, в постоянном полусе внимания и президента нашей страны Владимира Путина, и правительства всех крупнейших государственных и общественных институтов. И, собственно, вся работа границов для молодежи направлена как раз на создание условий для самореализации молодых людей. Мы вместе с профильными ведомствами, с крупнейшими российскими компаниями, с общественными институтами. Наши страны имеют свои общие задачи создания условий для самореализации молодых людей с самого юного возраста, начиная с детства, со школи из камней. И, собственно, на всех уровнях управления муниципального и фиберального мы занимаемся обучением молодых людей, развитием, раскрытием их творческого потенциала, устраиваем систему поддержки в сами значимых локальных инициативах проектов, развиваемся инструктуру молодежной политики, экологическое и молодежское движение, особо рады на территории всей нашей страны, реализуем масштабные проекты кадрового и социального лифта, и особое внимание уделяем, как я уже говорила, теме детства, творческому развитию детей, профессиональной ориентации. Это очень важная тема. И, конечно, важнейшим направлением по всей этой работе является здоровье и сотрудничество. Молодые люди, сегодня для них важно быть частью глобального контекста, и мы, в принципе, совместно сказать, молодых России всегда для вас открыто, мы всегда вас рады видеть, приветствовать, выстраивать вместе работу. Поэтому сегодня, собственно, все наши предыдущие, наверное, проекты, которые существуют в России, они открыты для участников из других стран. Отдельные международные треки реализуются в рамках проекта «Платформа Российская на возможности». Это как крутнейшая платформа, которая сегодня объединяет конкурсы кадрового и социального лифта. У нас есть такой платный проект «Платформа Российская на возможности». Мы в этом году получили более 10 тысяч заявок из 150 стран мира в участии в этом проекте. Есть проект «Большой перемен для школьников». Сегодня тысяча ребят, больше тысячи ребят принимают участие в этом проекте, это школьники из разных стран. Мы всегда с таким огромным удовольствием приглашаем вас в участие в наших федеральных, молодежных, международных форумах, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в более 10-ти, форум «Платформа Global». Я уверена, что кто-то принимал днем участие, ежегодно мы проводим филпомник мероприятий, в котором принимают участие более 100 граждан мира. Также мы развиваем сеть проектных офисов, собственно, один из этих проектных офисов как раз Сотрудничество России, стран Близ, находится здесь, в Падховстане. И опять-таки не могу не сказать, что, наверное, такой лучшей оценкой работы этого проектного офиса, это несколько лет как раз стало наше сегодняшнее событие, за что вам огромное спасибо. На системной основе, не могу не отметить, проходят многоусторонние молодежные форумы и бизнес-миссии у нас в мае текущего года прошу возникнуть детский молодежный форум в Ташкенте, на следующей неделе мы принимаем делегацию из Египта, на наряду запланированную огня на делегацию могу предпринимать как раз с Таджикистаном. Новым для нас форматом, например, в этом году встал форум молодежных инициатив России Азербайджана, у меня, собственно, как раз большая роль была отвезена как раз в теме волонтерских миссий, темы нового работничества. Сегодня много об этом о нем говорили. И, к слову, предлагаем в рамках организации исламского сотрудничества особое внимание на этой теме взаимодействия в части развития волонтерств и волонтерских миссий уделить. У нас, на сегодняшний день, успешно работает волонтерский совет России и Канакстана. В сентябре планируют такой же совет университет Азербайджана. И еще один, наверное, значимый проект в сфере волонтерства, по-моему, для совместного, для нашей совместной работы, является Международный премиум «Вместе». И, к сожалению, мы учились в 2020 году по инициативе как раз волонтеров, у нас подбирал граждан нашей страны. И, собственно, это теме была как раз посвящена тем людям, организаторам, которые живут под земли, стояли на передовой, руководом врачами, помогали, помогали пожилым. И сегодня, в принципе, делался такой общерасистский, международный проект. И, собственно, ежегодно мы отмечаем сотрудники, которые вносили свой вклад в решение технических коммунистальных проблем. И отметим, что число победителей прошлого года, например, вошли представители стран ОИС, инструкции и Азербайджана, в этом году мы получили уже 175 заявок из 30 стран, входящих в ОИС. Церемония награждения победителей у нас планируется традиционно. Международный день добровольца в Москве 5 декабря. Поэтому не могу опять не воспользоваться случаем и не приглашу вас на эту мероприятию. Значит, мне очень приятно построить еще один визит в Россию в декабре. Поэтому всех обязательно ждем в Москве. Конечно же, хочу сказать, что мы ведем, наверное, работу с многими из вас. У нас подписаны меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики. Сегодня уже исследованы Ирана, Афганистана, Афганистана, которые готовят подписания с Египтом, Бахрейтом, Иорданией, Марокко, Афганистаном и многими другими странами. И, конечно же, для нас вообще тема международного и регионального молодежного сотрудничества с странами ООИ и, конечно же, здесь входят в приоритетное направление нашей работы. Поэтому уверена, что наше сегодняшнее событие будет важным шагом в продолжение этого сотрудничества. И надеясь, что по итогу у нас появится такой план, программа совместных действий. И сегодня у нас, на сегодняшний день, я запланировала целый ряд встреч. Забуду вам перед делегацией со всеми двами, с коллегами. Я надеюсь, что будет возможность это сотрудничество более определенно обсудить. Спасибо вам огромное. Еще раз хочу сказать, добро пожаловать в Россию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.